Доброе утро, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Мария Владимировна Беркут, которая должна была выступить с этим сообщением, к сожалению, не может присутствовать здесь. Но стоит сказать, что в отношении вопроса к скринингу ракопрестательной железы мы с ней разделяем эту позицию, как понимая пользы от проведения скрининга ракопростаты, так и осознавая их недостатки, о чем позже Антон Алексеевич Борисович сказал. Ну, конечно, зная, что после тебя будет выступать такой мастодонт в вопросах скрининга ракопрестательной железы, чувствуешь себя Давидом рядом с Голиафом. Наверное, эту позицию разделяют и организаторы конференции, которые на речь о пользе скрининга ракопрестательной железы выделили 5 минут и в 2 раза больше времени на разговор о недостатке скрининга. Это не скрининг, сразу хочу сказать, пальцевое ректальное исследование не является компонентом скринингового исследования, а является обязательным определением уровня ПСА, которое вошло в рутинную клиническую практику с 80-х годов, но о ПСА и его дериватах позже. Что хочется сказать в отношении скрининга? За 5 лет проведен анализ базы данных СИР с 2005 по 2009 год рак простаты на первом месте в плане уменьшения летальности. И это довольно значимые цифры. Подчеркну, это произошло только за 5 лет применения скрининга. Немного статистики. У каждого из одного из шести мужчин в течение жизни возникнет ракопрестательной железы. Полтора миллиона биопсий выполняется в Европе в год. 420 случаев выявленных заболеваний опять же в год. Но при всем при этом в 2012 году USPSTF дало рекомендацию по остановке скрининга. При этом отразив в своем отчете, что скрининг привел к снижению летальности от ракопрестательной железы в США на 33%. Но, подчеркнув и сделав на этом акцент на негативных моментах скрининга, то, что проводится гипердиагностика, много выявляется случаев, которые в принципе не должны лечиться, потому что не приведут к уменьшению летальности. При этом с 2011-2012 года, с того момента, как раз когда произошло уменьшение частоты выявляемых случаев, которые были выявлены за счет проведения скрининга, вы видите здесь идет рост метастатических форм ракопрестательной железы и первичных, и вторичных костных метастазов. Это последствия того, что скрининг был, можно, наверное, так сказать, остановлен. В 2019 году, в этом году на конгрессе АСКО клиниками ее сделало сообщение о результатах того, что скрининг больше в таких масштабах не проводится. И акцент в этом сообщении был сделан на негативные моменты, а именно на более частой встречаемости висцеральных метастазов. Это уже серьезные формы, от которых умирают пациенты с раком пристательной железы. Вывод прошлого года. Может быть, стоит восстановить скрининг, но... Восстановить в своих позициях, но в какой-то, наверное, другой форме. В какой форме, пока точно никто не знает. Конечно, Европейская ассоциация урологов предлагает свои варианты, но, в общем-то, выводы, которые сделаны были из исследований Европейской ассоциации урологов, в том, что за 13 лет проведения скрининга было отражено количество пациентов, которые должны быть подвергнуты скринингу, количество биопсий, которые должны быть выполнены, и сколько нужно пролечить пациентов для того, чтобы предотвратить один случай летальности от ракопростаты. При этом хочется подчеркнуть, сделать на этом отдельное внимание. Таких пациентов должно быть меньше по сравнению со скринингом рака молочной железы. И поэтому был сделан вывод о том, что скрининг, в принципе, не должен отрицаться, но его проведение должно выглядеть немножко по-другому. Ну, здесь должен был быть слайд о том, как влияет скрининг на летальность и о том, как нужно проводить его. Это был слайд из, к сожалению, почему-то он не отобразился, это был слайд из гайдлайнов Европейской ассоциации урологов о том, что ПСА сегодня нужно определять в 40-45 лет в зависимости от наличия или отсутствия риска и о том, что повторять его нужно с определенной периодичностью в зависимости от показателей первичных значений. Таким образом, скрининг нужен, моя позиция, и проводить его нужно более разумно, более вдумчиво, объясняя пациентам, как вести себя дальше в зависимости от тех цифр, которые были определены при переначальном значении. Но, к сожалению, этого слайда нет. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Сергей Александрович, все-таки я хочу рассказать, пожалуйста, о каких циклах ПСА начинать на сегодняшний день скрининг и возраст больных. Спасибо. С 45 лет, если нет факторов риска, а именно наследственность, она является основным фактором, который определяет дальнейшую частоту определения ПСА. Если уровень ПСА составляет больше 1 нанограмм на миллилитр, но, к сожалению, почему-то не отразился этот слайд, то дальше нужно определять уровень ПСА один раз в два года. Если меньше, то можно в дальнейшем определения не проводить. Какая позиция Европейской САЦУРЛОК? Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Вопрос. Вы показали красивый результат за 5 лет. Комплексный вопрос. Можно за 5 лет сказать, что эти результаты верны? Не слишком ли мало? И были изучены другие факторы, которые влияют на выживаемость? Из этой группы пациентов. Да, спасибо за вопрос. Вопрос хороший, правильный. И ответа на него однозначного нет. Конечно же, 5 лет это мало. Но уменьшение летальности на 3% при проведении скрининга в течение 5 лет – это довольно значимая цифра. Более длительные результаты, более длительные наблюдения также подтверждают эти данные. И снижение летальности на 33% за счет скрининга в Соединенных Штатах Америки – это серьезная цифра. И апологеты не проведения скрининга, они, в принципе, разделяют эту позицию. Никто не говорит, что сейчас, по крайней мере, скрининг не нужен совсем. Как его проводить? Это уже другой вопрос. Пожалуйста, еще. А вот как вы себе видите скрининг в Российской Федерации? Еще один совершенно правильный вопрос. Сложно говорить о том, что нужен скрининг или не нужен в той стране, где, по сути, он не проводился. Ведь у нас в России как такового централизованного скрининга никогда и не было. Можно говорить о том, что скрининг не нужен тогда, когда он был. Когда его не было, то утверждения, что он не нужен, наверное, они как-то пусто звучат. Как я себе вижу проведение скрининга? Ну, вот, наверное, ссылаясь на стандарты Европейской Ассоциации Урологов, наверное, это сегодня оптимальный вариант. То есть беседа с пациентом о риске и пользе определения ПСА. Мы говорим о скрининге, мы говорим о ПСА. Потому что все остальные модели, они сейчас пока не ликвидны, не доказаны результаты. И беседа с пациентом – это, конечно, ключевой момент. Мы можем объяснить пациенту, мы должны объяснить пациенту о том, что он может определить ПСА, но при этом он должен понимать, что весь последующий путь, в общем-то, тоже должен обсуждаться в зависимости от этого результата. Наверное, в этом нужно делать акцент и в сегодняшней школе, и вообще в нашей последневной практике. Ну, во-первых, в Российской Федерации есть ряд регионов, где скрининг был, реальный скрининг. И результаты мы увидели, я просто, правда, не знаю, продолжился ли он до сегодня, или это была такая разовая акция. Но, тем не менее, скрининг в регионах был организован, да, и Калужская, по-моему, область, да, или Московская область, да, и Катеринбург был, и Томск, да, и так далее. То есть, в общем, достаточно было организован регионов, где скрининг был реально организован, и мы даже, ну, как бы знаем его результаты, но мне кажется, что там и появляется слово «пациент», скрининг заканчивает. То есть, пациент – это уже больной человек, а больной человек – это уже скрининга нет. И поэтому, действительно, на мой взгляд, целесообразней называть это программой раннего выявления рака предстательной железы в регионах. И вот тогда, как бы, все решается, тогда не нужна централизованная программа на обследование, тотального обследования здоровых лиц определенной категории, да, а это переходит, действительно, в видение уже врачей. Другое дело, что нужно определить их круг, который, по-моему, действительно определял целесообразность рекомендаций здоровым мужчинам, урологически здоровым мужчинам. Вот, мне кажется, так. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. Вы говорили только о ПСА. А вот соотношение ПСА нужно делать общий, свободный и индекс здоровья простатов, а индекс? Ну, если позволите, у меня будет через одно сообщение доклад о ПСА, дериватах ПСА. Я переадресовал бы ваш вопрос на более позднее время. Пожалуйста. Сергей Александрович. И вообще, мне кажется, еще имеет значение, как длительно проводится скрининг, поскольку все модели, которые Гетенбергская, показывают, что чем дольше мы скринируем мужчин, тем больше пользы они от этого получают. То есть, если же скрининг проходит 5 лет, то мы не получим реальных результатов. То есть, если проводится 20 лет, то там уже появляются большие цифры. Совершенно верно. Я с вами абсолютно согласен. И по ссылке у вас сообщения у Антона был, да, что если проводить скрининг более долго, то там уже серьезная цифра снижения летальности на 33%, это прилично. Спасибо. Спасибо. Спасибо.